Всем привет! Уже давно был создан софт, который позволяет воспроизводить объемный звук форматом 7.1. Это довольно существенно позволяет улучшить ориентирование в играх. Сегодня я хотел бы с вами разобраться, какая гарнитура с этой фишкой окажется лучше. Всего пунктов в тесте будет 10, и мы посмотрим, кто же наберет больше баллов. А сравнивать мы будем наушники от компании Red Square, а именно Tempo 7.1, с которым я уже бегаю больше года, и Avalon 7.1, новинка от производителя. Начнем наш тест, естественно, с упаковки. В обоих случаях она хорошая, информативная, надежная. Внутри все сидит плотно, не болтыхается. За это обе гарнитуры получают по одному баллу. Следом сразу переходим к комплектации. Как мы помним, в коробочке с Tempest'ами были только Tempest'ы, инструкция и гарантийный талон. А вот Avalon'ы нас порадовали наличием пары запасных амбушюр из ПУ кожи. По бумажкам все так же. За это, собственно, я и присваиваю Avalon'ам плюс 1 балл. Перейдем к дизайну. Да, этот вопрос довольно спорный, у всех разные вкусы. Я лишь скажу собственное мнение. Как по мне, дизайн Tempest'ов выглядит более круто, он более узнаваемый. У них, разумеется, классная яркая подсветка, стильные защитные декоративные треугольнички, прикрученные на винтиках. Также есть большая выграверная надпись производителя на подпружиненном оголовье. А вот у конкурента, гляньте, прям специально белая штука наверху создана для логотипа компании. Но нет, там пусто. Avalon'ы же имеют более простой дизайн. Неплохие белые вставки на каждом из ушей, а подсветка вообще напоминает радиатор, который излучает тепло. Корпуса динамиков очень похожи. Провода в одинаковой оплетке, различия тока в цвете, зеленый и белый соответственно. Поэтому балл за уникальность и особенность я даю темпестам. Далее идут два важных аспекта, удобство и настройка. Более удобными я все же считаю темпесты. Они мягкие, легкие, а подпружиненное оголовье подстроится под любую голову. В них можно спокойно сидеть часами без перерыва. А вот Avalon'ы кажутся мне более жесткими. Но, в отличие от соперника, Avalon'ы имеют широкий спектр настроек. Во-первых, они хорошо гнутся по сторонам. Во-вторых, можно настроить длину для каждого из ушей. И в-третьих, каждый из динамиков двигается независимо друг от друга. Это плюс. В итоге балл за удобство я даю темпестам. А балл за настройку, разумеется, Avalon'ам. Про надежность ничего лишнего говорить не буду. Хоть и по словам производителя в корпусе каждой из гарнитур присутствует металл, но многие в комментариях пишут, что они ненадежные, ломаются уже на следующий месяц. Но лично у меня никаких проблем нет. Я уже более года пользуюсь темпестами, осторожно с ними обращаюсь, не кидаю не бросаю, с громкостью тоже все спокойно. И пылику, разумеется, протираю. Я люблю чистоту. Поэтому оставлю каждый из наушников без балла. На ваше усмотрение. Как мы уже знаем, обе гарнитуры способны воспроизводить объемный звук форматом 7.1. За него отвечают 50-миллиметровые неодимовые динамики, как в Avalon'ах, так и в Tempest'ах. Все остальные параметры, включая микрофон, приблизительно схожи. Вы их видите на своих экранах. Таким образом, балл за начинку я даю каждым из гарнитур. Пожалуй, самый главный вопрос в сегодняшнем тесте. Я проверил обе гарнитуры, обе звучат хорошо. Даже программное обеспечение имеет одинаковые настройки. Кстати, огромным плюсом в обоих случаях я хочу отметить наличие многополосного эквалайзера в ПО, который позволяет настроить звук идеально под себя. И вот, собственно, мое мнение. Да, хоть и по начинке кажется, что обе гарнитуры одинаковые, но все же звук в Tempest'ах я ощущаю более чистым. В нем больше высоких частот, меньше средних, даже прошу заметить при одинаковых настройках эквалайзера. Слушать музыку гораздо приятнее в Tempest'ах. Ну а играть и получать удовольствие, разумеется, можно как в Tempest'ах, так и в Avalon'ах. Так что балл за звучание я даю Tempest'ам. Микрофон в обоих случаях, по сути, одинаковый. Правда, звук как в Tempest'ах, так и в Avalon'ах, он передает слишком тихо. Чтобы это предотвратить, в ПО в настройках микрофона есть ползунок громкости, а также волшебная кнопочка Boost. Тиммейты в играх слышат вас чисто и хорошо, но только если микро находится рядом со ртом, а не где-то там около шеи. Так что тут можно отдать балл обоим наушникам. Ух, цена-цена. Всех волнует цена. Tempest'ы обойдутся вам в официальном магазине за 2990 рублей. Я считаю эту цену полностью себя оправданной, никаких претензий не имею. А вот Avalon'ы... 4790 рублей, Карл! За что? По сути, одинаковые наушники. Единственное отличие в настройке, Avalon'ы более широкие в этом плане. Ещё я заметил, что на официальном сайте сказано, что Avalon'ы имеют пульт, который позволит управлять звуком, прямо не сворачивая игру и не лезя в трей. Но его отсутствие я заметил сразу при распаковке. Видишь, никакого пульта управления тут нет. Тут боку? Толгая инструкция на проводе. Поэтому цену Avalon'ов я просто считаю неоправданной. В связи с этим, балл за цену получают лишь Tempest'ы. Итак, подведём итоги. Упаковка. Обе гарнитуры получают по одному баллу. Комплектация. Avalon'ы 1 балл, Tempest'ы 0. Дизайн. 1 балл в пользу Tempest'ов. Удобство. Также балл в пользу зелёных. Настройка. Тут очко забирают Avalon'ы. Надёжность. По нулям. Начинка. Разумеется, по одному баллу для каждых. Звучанию отдаём балл Tempest'ам. Микрофоны одинаковые, каждой гарнитуры по баллу. Ну и цена. Однозначно в пользу Tempest'ов. Суммарно имеем следующее количество баллов. Avalon'ы 5 баллов, Tempest'ы 7 баллов. И с отрывом в 2 балла в нашем сегодняшнем тесте лидирует гарнитура Tempest 7.1. Ну, как-то так. Надеюсь, это видео было для вас познавательным, информативным. И теперь вы точно не ошибётесь с выбором подходящих наушников. Кстати, напишите в комментариях, с какой гарнитурой вы бегаете сейчас. Ну, а с вами был Чизбургер. Не забывайте подписываться на канал и оценивать данный ролик. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok